Товарищи, поехали! Поехали! С пробуем новый автобус! Результат работы длиной в год. Автобус с названием «Олимпик». Мини-версия уже известных «Олимпов». Произведён на Вологодском предприятии. Единственная пока модель, полностью готовая к эксплуатации. Мощный, лёгкое управление. Кабина, оснащённая электронными датчиками, автоматическая коробка передач, низкопольная подвеска. То, чем отличается новый вариант. Губернатор области Олег Кувшинников и глава города Евгений Шулепов сегодня оценили усовершенствованную модель. Вместе с жителями в самый час пик они прокатились по Вологде. Ну как автобус? Удобный? Уютно? Сидеть, сидеть. Учащий. Поездку пока только отрепетировали. В Вологде увидит такие автобусы в мае. Их запустят в серийное производство. А перед этим несколько этапов испытаний. Сначала проверка характеристик в Москве, затем окончательное оформление документов. И только потом 150 новых машин сойдут с конвейера. Столько их необходимо, чтобы заменить устаревший общественный транспорт областной столицы. На рынке, мне кажется, очень востребованы вот такие автобусы, потому что для средних перевозок и с небольшим пассажиропотоком мы, наверное, единственная область в России, где практически отсутствуют маршрутки, которые не обеспечивают гарантии безопасности нашим пассажирам. Поэтому нам надо переходить на такие малоформатные автобусы для обеспечения их работы на маршрутах с низким пассажиропотоком. Чтобы они были окупаемы, чтобы они были безопасны, чтобы они были комфортны для жителей Вологодской области. Не только безопаснее, но и дешевле в обслуживании. Затраты на бензин будут меньше, а значит цену проезда можно удержать на прежнем уровне. Первый экземпляр уже нашел своего владельца. Автобус сегодня купил подшипниковый завод. Договор предприятия подписали в кабинете главы города. Каждый такой документ, каждый шаг в развитии экономики – это дополнительные средства от налогов в казну города. Причем эти средства должны большей части оставаться в местном бюджете. По крайней мере, с таким предложением выступил в последней статье премьер Путин. И городские власти его идею полностью поддерживают. Мы зарабатываем, больше 20 миллиардов налогов платим в областные, федеральные бюджеты. А нам остается меньше 15%. Если говорить о европейских нормах, 50% остается в городах. Но другого просто выхода нет. Необходимо перераспределение в пользу городов, конечно. Новые автобусы помогут решить несколько насущных проблем. Причем не только в нашем городе. Их будут поставлять в больницы, школы, детские сады, Ставрополя и Комсомольска-на-Амуре. Екатерина Щукина, Василий Попурин. Новости Вологды.